Да, он трогательный мальчик очень. Трогательный, чистый мальчик. Далеко только, понимаешь, общаться. Дай Бог ему. Я беру всю вину на себя. Её это справедливо. Я не притворяюсь, я виноват. Но мама, его мама никогда чего-то хотела от вас? Ничего не хотела. Ничего никогда? Ничего не надо. Идите, гуляйте. Всё. Она мощная женщина. Не надо. Она хотела родить, и она родила прекрасного парня. Дай Бог ему. А вы искали с ним встречи? Интересовались его жизнью? Не всегда. Не всегда. Вы что думаете, так легко идти на показ и при всех рассказать об этом. Ну, я совершил это. И не жалею. Хотя дома у меня результат плохой. Это кое-что зачеркнуло, я думаю, в людях по отношению ко мне. Дорогу своих близких. Вот вы, когда он заговорил, Александр Ильич, про дом, вы как-то так засмеялись. Знаете, о чём идёт речь, да, Людмила Ивановна? Ну, да, да, конечно. Но я верю в благородство Олечке. Но первый раз она, может, была недовольна, что он вышел на публику. И рассказала. Было, да. Я ему позвонила. Вообще, я его знаю 50 лет, оказывается. И вы про Вадима знали тоже про сына? Нет, нет, нет. Ни в коем случае не знала. Но я могу позвонить ему хоть 12 часов. Он мне прочтёт новые стихи, ободрит, пожалуется иногда. И когда я ему сказала, что Гавтули, я тебя поздравляю, ты как хорошо, что нашёл сына. Дело в том, что у меня тоже младшего сына нет, уже погиб, и у него дочка. И он говорит, да, старуха, да. Я говорю, я тебя поздравляю. Он говорит, да, дома у меня. О-о-о. Да. Ничего, Валюн, ничего, я верю. Оля вообще святая женщина. АПЛОДИСМЕНТЫ КАРДИСМЕНТЫ Продолжение следует...